МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 2030 году Россия сможет добывать 55% от всего объема углеводородов, которые извлекаются из недр Арктики. Аналитики ожидают рост добычи через 10-15 лет, когда стоимость сырья вернется до отметки 100 долларов за баррель. Согласно прогнозам Совета, на российском участке арктического шельфа добыча за указанный период увеличится в 3,5 раза, до 2,2 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте. Среди российских компаний основной прирост прогнозируется у «Газпрома», его подразделения «Газпромнефти». Эти компании являются собственниками 68 лицензий для добычи на шельфе Арктики. В то же время другие государства нарастят объемы в среднем в 4,5 раза. В частности, ожидается, что суточный объем добычи норвежских компаний достигнет 700 тысяч баррелей, американских – 150 тысяч и канадских – 900 тысяч баррелей. С 1 сентября жителям Ниницкого автономного округа станет доступна ипотека под 5% годовых. Недополученные доходы банку за пользование кредитом возместит округ. Компенсация будет покрывать разницу между процентной ставкой кредитной организации, не превышающей ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 3,5% и ставкой 5% годовых. Пользование льготным кредитом ограничено сроком 10 лет. Закон о 5% ипотеке распространяется на отношения, возникающие при строительстве или приобретении жилья на первичном рынке. Новая ипотечная программа – это не мера социальной поддержки, подчеркнул глава региона Игорь Кошин. Для тех, у кого нет возможности самостоятельно купить себе жилье для молодых семей, у нас существует отдельная социальная ипотека. Здесь же речь идет в первую очередь о стимулировании строительного рынка. Закон принят в целях стимулирования жилищного строительства в регионе, в том числе индивидуального, и привлечения дополнительных финансовых средств в развитии строительной отрасли. Следствием работы механизма льготного ипотечного кредитования станут создание рабочих мест и повышение привлекательности региона для квалифицированных специалистов, готовых зарабатывать и жить в Нинницком округе. Вместе с принятым законом продолжат действовать и социальная программа льготного кредитования молодых и многодетных семей, граждан, имеющих на воспитании ребенка-инвалида, усыновивших ребенка и желающих улучшить свои жилищные условия. В Воркуте возобновили отопительный сезон. Минувший ночью в городе выпал снег, а на всю предстоящую неделю синоптики обещают дождь со снегом и всего 4-5 градусов тепла. В Воркута в очередной раз в этом году переживает непогоду. В начале мая в городе Метель намела сугробы высотой до полуметра. Занятия в школах были отменены. В марте город в течение двух недель переживал пургу, в результате которой задерживались в пути и исходили с рельсов железнодорожные составы. Спасатели на вездеходах вызволяли снежного плена 50 человек, застрявших в автобусах в снегу. Ученые Сибирского федерального университета получили новые уникальные данные о движении популяции дикого северного оленя, мигрирующей из овенки на таймыр. Особый научный интерес для экологов в этот период миграции стада представляют места летнего пребывания оленя. Пока ученые следят за движением животных на север, а ближе к осени, наложив пути движения оленей и местах летних пастбищ на геоботанические карты, ученые рассчитывают получить интересную, неизвестную ранее информацию. С момента мечения оленей в апреле они благополучно миновали плата Путорана и прошли в общей сложности более 700 километров, постоянно находясь в движении. Согласно данным, полученным со спутника, часть стада пересекла реку Хета. Остальные животные, как полагают ученые, не успели перейти реку по льду. В конце июня у копытных наступает период отела. Если потомство появится на этом берегу, то самки будут вынуждены переплывать реку с еще не окрепшими телятами, часть из которых может погибнуть от переохлаждения или утонуть. Это может существенно повлиять на успешность размножения диких оленей. Отмечу ранее достоверная информация о численности популяции диких северных оленей в путях миграции и факторах, влияющих на нее, отсутствовала. Возможность следить за миграцией оленей в режиме онлайн у сибирских ученых появилась в апреле этого года, когда ученые надели на 10 животных ошейники с системой спутникового мониторинга и встроенными GPS-приемниками. В течение года информация о движении парнокопытных будет поступать со спутника в Центр обработки данных, а оттуда передаваться ученым. Группа орнитологов из Германии совместно с немецкой телекомпанией готовится к съемкам документального фильма о дикой природе Денинского автономного округа. На следующей неделе ученые и съемочная группа отправятся на остров Колгуев, где будут проводить научно-популярные исследования перелетных птиц. Сюжет первой части фильма будет посвящен перелетным гусям, которые зимуют в Германии, а на летний период отправляются на север для гнездования и выращивания птенцов на острове, омываемом Баренцевым и Печорским морями. Институт географии Российской академии наук совместно с Институтом орнитологии Макса Планка проводит орнитологические исследования на острове Колгуев с 2004 года. В округе обитает порядка 150 видов птиц, большая часть которых гнездится на территории региона. Самыми многочисленными являются стаи гусяобразных. Через территорию Ненинского округа проходит восточно-атлантический миграционный путь птиц, гнездящихся в восточноевропейских и восточносибирских тундрах, зимующих в странах Европы и Африки. На Ямале обнаружили древнюю мумию. Это произошло в ходе полевых работ на базе археологического комплекса «Зеленый яр» в Приуральском районе. Древнее захоронение может быть датировано XIII веком. В могиле обнаружен отлично сохранившийся берестяной кокон, в котором, по всей видимости, находится мумия человека. Находка подобной ценности первая за три года на этом археологическом объекте. Проверка металлоискателям показала, что в коконе содержится значительное количество металлических изделий. По первым предположениям, это ребенок подросткового возраста. В целом, для археологии эта находка – большая удача. «Зеленый яр» – это единственный памятник на севере Западной Сибири, где были впервые обнаружены мумифицированные остатки людей. Так, знаменитая мумия «Мужчина-воина», сохранившаяся благодаря вечной мерзлоте и окислению меди, была обнаружена именно в первый период раскопок с 1999 по 2002 годы. В настоящее время эта мумия хранится в музейно-выставочном комплексе имени Шимановского в Салихарде. Первый в мире атомный ледокол «Ленин», ставший музеем в Мурманске, получил информационный знак «Морское наследие России», который вручается наиболее значимым объектом морского наследия. Ранее госкорпорация «Росатом» выступила с инициативой присвоения первому в мире атомному ледоколу статуса объекта культурного наследия федерального значения. На протяжении двух последних лет на ледоколе был реализован проект Арктического экспоцентра, в рамках которого разработаны современные экспозиции об истории освоения Российской Арктики, о Северном морском пути и природных ресурсах Заполярья. Уже сейчас Центр по атомной энергии на ледоколе «Ленин» стал уникальной интерактивной площадкой для школьников, студентов и педагогов. Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно гражданского назначения с ядерной силовой установкой. Он был спроектирован и построен для обслуживания Северного морского пути и экспедиционного плавания в Арктике. Он стоит в Бурманске у причала морского вокзала и служит музеем. Российские эквалангисты совершат погружение на глубину более 100 метров в Баренцевом море. Это произойдет в рамках первого этапа проекта «Моря России», который рассчитан до 21 июля. Рекордное погружение в Баренцевом море будет проводиться на снаряжении холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». Компания предоставит незамерзающие регуляторы для подводного плавания и легочный автомат. Новое оборудование решает проблему обмерзания легочного аппарата в экстремальных условиях холода и может безотказно работать при температуре до минус 4 градусов не менее 2 часов. В первом этапе проекта «Моря России» примут участие 18 членов отряда и более 15 приглашенных специалистов. В состав экспедиции также входит член команды Жак-Ива Кусто, член Совета Всемирной конфедерации и подводной деятельности Бажана Остович. «Моря России» — совместный проект Русского географического общества и холдинга «Технодинамика». Его цель — испытание российского подводного оборудования на рекордных глубинах в 13 морях. Ориентировочный срок реализации проекта с 1 июля этого года по декабрь 2020. Результатом проекта станет также серия документальных фильмов об экспедициях и «Морях России».